Ничего никто не приготовил доход? Я приготовила, но я... Можно без камеры? Не, ну так... Я не могу... Вы же должны приучаться к публичным возреклению. Это дисциплинирует. Это одна из форм учебы. У нас, получается, у всех одна и та же тема доклада. А все люди разные. И все одну и ту же тему. Материал такой большой, который за многие годы сложился. Потому что как получился такой хороший коллективный договор. Он получился потому... Был такой профсоюз работников водного транспорта. Он и сейчас есть. ПРВТ. С таким сокращением. И вот в нашем порту у нас есть разные работники. Рабочие механизации, докеры. Есть инженерно-технические работники. Есть там люди, которые занимаются коммерцией. Пишут разные бумаги. Управленцы. И вот в этом самом профсоюзе докеры были всегда в меньшинстве. Их позиция ни на что не влияла. Хотя они тут самая основная сила. Потому что чем занимается порт? Перегрузкой. Переходят грузы, их перегружают или на другой транспорт. Тот же самый, тот же автомобильный. Или на железнодорожный. И это требует больших усилий и труда, и нервов. А условия у них очень тяжелые, чрезвычайные. Они работают должны в любую погоду, всегда. И поэтому для них, например, существенно, что если у вас плащ ваш, рабочий, то вы приходите на следующую смену, и он сухой. А если он дежурный, это значит, что вот только что пришел человек с дождя в мокром плаще, повесил его, ушел домой. А вы этот мокрый одеваете и идете. Для них важно, что если у вас одежда брезентовая, вы простудитесь. Если у вас, потому что все будет влажное и мокрое. Если у вас одежда шерстяная, вы не простуетесь. Даже мокрые будете работать. Вот это очень важно. Ну и так далее. Там, скажем, они работают, некоторые работают в морозильнике, там кур привезли. При температуре минус 30 окорочка. И они должны эти окорочка на поддон. Простая операция. Взял 30 килограмм. Ну 30 килограмм для мужчины ничего страшного. И так 2400 раз. И он наклоняется и кладет. Наклоняется и кладет. Кругом минусовая температура за 20. А здесь, скажем, не боишься, конечно, вспотевает человек. И радикулит профессиональной болезни. И здоровые, такие мощные докеры уже работать не могут. Так что для них это вопрос жизни и смерти. И они тогда решили создать профсоюз докеров внутри ПРВТ. И, так сказать, была такая женщина здесь в обкоме профсоюза, которая это поддерживала. И тогда они стали свои требования формулировать и свои задачи решать. А потом они уже выделились. И тогда все, например, ждали, когда докеры объявят забастовку. И тогда повысится зарплата у всех. Причем у докеров она повышала, допустим, на 10. А у других на 15, на 20. Как докеры формулировали. Чтобы их поддерживали все. Тем более, что у них всегда были выше зарплаты, чем у других категорий работников. А вот в этой компании, это единственная компания из всех компаний в ПРТУ, где два профсоюза заключили союз. И выступает единый представительный орган работников. Это профсоюз работников водного транспорта, ПРВТ. Его председатель стал заместителем вот этого председателя, этого единого органа. А председатель профсоюзной организации докеров – председатель. Ну и вот таким тандемом они там решают все вопросы. Очень здорово и хорошо. Очень интересно. Так вот, поскольку это далеко не первый их коллективный договор, каждый раз они стараются, чтобы… Ритм здесь такой. Договор заключается на три года. Наличие этого договора не мешает тому, чтобы вести переговоры по изменению и дополнению к коллективному договору. Они за год существования договора договариваются еще о ряде приложений. Вы там видите, в конце приложения. Одно, второе – это 33. Потом второй год, третий год. Вот за три года этот уже возрос в коллективный договор. Значит, если вы ничего не приготовили, то будет обрушение. Скажем, не заключен договор на четвертый год. Новый надо заключать. Или надо договориться о перезаключении. Это вы не перезаключите, если у вас нет проекта, который лучше, чем вот этот. Потому что тогда… А зачем другой стороне такой коллективный договор? И, так сказать, получится, что у вас нет коллективного договора. Начинаем все сначала. И даже когда они приготовили на порядок более высокие требования, а потом пошли на компромисс и сохранили еще на три года. Все равно это вот с одной стороны норма права, коллективный договор, а с другой стороны это такая норма права, которая не вечна, а вот максимум шесть лет. Через шесть лет все равно нужно новый. Значит, надо за год до окончания, как минимум, иметь проект коллективного договора и разворачивать. Что разворачивать? Сначала переговоры, потом коллективный трудовой спор, потому что ни разу, ни в одной организации, никогда, нигде путем переговоров, прогрессивный, действительно улучшающий положение работников договора, не заключить. Ну а договор, который сводится к тому, чтобы туда вписать то, что есть в законе, это, пожалуйста, так и есть. А сейчас вообще надо сказать, что договор необязательный. Вы не сделали договор, но это ваше дело. У вас нет профсоюзной организации, это тоже ваше дело. Если у вас есть профсоюзная организация, у вас могут быть профсоюзные инспекторы труда. Если у вас больше 50% членов профсоюза, ваш профсоюз может выступать как представитель работников, так и так далее. Если у вас есть профсоюз, то вы можете на более высоких уровнях, если это уже межрегиональный какой-нибудь профсоюз или российский, могут быть переговоры с работодателем на любом уровне заключения, там уже не кратичные договора, а соглашения, в том числе тарифные соглашения и так далее. Если ничего этого нет, государство относится к этому так. Мы вам права дали? Ну, заставлять вас пользоваться своими правами не будем. Никто заставлять не будет. И всё. Поэтому вот такая картина. Вот такая картина. И вот в этих условиях, о которых я рассказал, мы и будем слушать. Так, пожалуйста, проходите. Потом вам вообще легче. Первым его же всегда считается ему труднее, поэтому ему легче. Потому что за всех остальных больше спроса. Скажут, что вы уже не первые выступаете, что волнуетесь. Некоторые товарищи, наверное, от страха не пришли. Ну, как некоторые, почти все. А некоторые, с медлой люди пришли. Ну, заставлять уже обучаться, это уже, по-моему, через край. У нас же, это благо же высшее образование, правильно? Кто хочет, учится. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Вами выступает Кименчижи Анна Евгеньевна, конфликтовок третьего курса. Фамилия? Кименчижи. Кименчижи. Очень хорошо. Анна Евгеньевна. Анна Евгеньевна, пожалуйста. Итак, мой доклад. Мой доклад основан на тексте коллективного договора закрытого акционерного общества «Первый контейнерный терминал» на 2008-2011 годах. Для начала поговорим о содержании. Из чего состоит данный коллективный договор? Он состоит из двух частей. Первая часть посвящена основному тексту коллективного договора. Она так и называется. Основной текст коллективного договора закрытого акционерного общества и так далее. Состоит из введения основных обязательств работодателя, прав комов, работников. Третье – обязательства работодателя. И данный пункт состоит из семи подпунктов, которые довольно подробно нам описывают непосредственно обязательства работодателя. Четвертое – это контроль за выполнением коллективного договора. И пятое – подготовка проекта нового коллективного договора. Вторая часть данного договора – это приложение. Мы остановимся, естественно, на первой части, на тексте. Я выделила для себя на самое интересное, по моему мнению, положение, которое, я думаю, следует обсудить с вами. Ну что же, начнем. Введение. Пункт 1.6. При реализации положения настоящего коллективного договора стороны будут стремиться избегать конфронтации, а возникающие разногласия или недоразумения решать, прежде всего, путем переговоров. Здесь мы видим, что появляется такое понятие, как переговоры, что для нас, конфликтологов, очень важно и интересно. Также тут описывается соблюдение процедуры, которая входит в учет мнения правкома, правкомов, и предусматривает также обязанность работодателя переиздания акта, совершения действий и ознакомления с мнением соответствующих правкомов. То есть какие-либо действия, которые хочет совершить работодатель, он должен, скажем так, обсуждать с правкома? Там есть два, я не знаю, обратили ли вы на это внимание, там есть учет мнения, который сводится к тому, что ваше мнение не учтут, а просто займет несколько дней рассмотрение этого дела. А полная гарантия того, что будет реализовано в редакции работодателя. А есть согласование с правкомами. Согласование, а согласование что означает? Вот если я с вами согласовываю что-то, я вам предлагаю, а вы говорите нет, ну и все. Согласование, это важнее гораздо, потому что если согласование означает, что нельзя без согласия правкома это делать вообще. И там есть такие пункты, которые по согласованию, а есть с учетом мнения. Ну пожалуйста. В данном случае, как бы, обязанность ознакомиться с мнением правкома, и в случае получения отрицательного мнения, работодатель обязан провести дополнительные консультации. Это все, извините, что я вас тут останавливаю, это все написано в Трудовом кодексе, поэтому это вообще пустота, и не стоит тратить сил на это, потому что это включение отсюда того, что есть в кодексе. А вот согласования уже нет, оно было в ГЗОТе, исчезло в 2002 году, согласование с правком. А это вот, ну это обязанность прийти, поговорить, попить кофейку и убедиться в том, что твое мнение, так сказать, учтено в том смысле, что выброшено в корзину. В этом смысле. И хочу сказать, что работодатель может ознакомиться с мнением правкома, если правком не согласен и не могут это как бы обсудить, но по факту, все равно, даже если, опять же, они не смогли достичь согласия, работодатель имеет право издать соответствующий акт. Вот это и написано в кодексе, а вот есть там пункты такие в коллективном договоре, может быть, вы это не заметили, которые по согласованию. Вот нельзя работника уволить без согласования с профсоюзом. Приходит, представитель администрации говорит, можно ее уволить? А вы говорите, нет, пишу на этом и нечего тут обсуждать. Нету, нет согласия. Вот это называется согласование, это очень важно. И за этот, вот за согласование они бастовали. Последняя забастовка, которая была, ну это я вас просто информирую, последняя, самая свежая забастовка, которая была доведена до какого? Вся процедура пройдена, и вот профсоюз нависал, и работники, что нельзя уволить без согласования с профсоюзом. Вот вас нельзя уволить. А если учет мнения, сейчас мы поговорим, и на третий день ее уволят. Большая разница. Но это, так сказать, это вот не сразу видно, это из текста сразу, это не бросается в глаза. Это далее следует, я хотела об этом потом говорить. Далее. Основные обязанности работодателя, правкомов и работников. Работодатель обязуется беспрепятственно принимать от работников письменные обращения, предложения, просьбы, заявления, жалобы и так далее, и рассматривать их в соответствующие, но не превышающие месячного сроки, и давать направившим их работникам обоснованные ответы. Не совсем понятно по поводу обоснованной, потому что, мне кажется, следовало бы добавить критерию, что значит обоснованный ответ. Но я хочу сказать, что это очень важно, что вы на это обратили внимание, потому что вот если вот вы гражданин, то вы можете обратиться в любой государственный орган, и вам обязаны дать ответ в месячный срок. А если вы на работе, вам никто не обязан на вашу позицию, на ваше обращение, ни бригадир, ни начальник участка, ни начальник смены, ни начальник цеха, ни генеральный директор, вообще никто. То есть они у себя внутри, в коллективе, в организации, которая является коммерческой, они установили там такой же порядок, какой существует для граждан в государстве по отношению к случаям обращения в государственный орган. Вот вы напишите президенту, вам обязаны ответить, ну не само, но по поручению и так далее. А вот, скажем, я подойду там к директору учреждения или к декану, или еще, или к ректору, он не обязан, не обязан отвечать. Нет такой обязанности. А они вот сделали так, вот вы это все как раз рассказали, что они обязательно получат ответ. Нет, а обоснование это требование такое есть, а уже работник может говорить, так вы не обосновали. Ну да, вот я об этом и говорю. А то он скажет, а иначе он может написать, нет и все. Да. Можно я выступлю? Нет. Он говорит, а вы почему? Я не обязан вам. А вот обязан. Вот обязан, если вы такое заключили договор, значит обязан я доказывать, почему так. Пожалуйста, продолжайте. Касательно сроков, далее, как раз таки под пункт 24, работодатель и правком обязуются рассматривать документы и предоставлять информацию в сроке из вычисляемые со дня следующего дня, в котором поступил документ их на рассмотрение соответствующий запрос информации. И как вы думаете, предоставляет информацию необходимую для переговоров, скажем, о финансовом состоянии организации на переговорах по коллективному договору? Я думаю, нет. Нет. Никакими. Я присутствовал на этих заседаниях и так требуют, и сяк требуют. И все. А они, наконец, директор по режиму говорит, военные тайны. И все. Им сказано, кто. Это ведь переговоры идут с кем? С генеральным директором или с его первым заместителем. А кто хозяин этой фирмы? Хозяин вот сейчас Global Ports. Вообще иностранная компания. Большая иностранная компания. А раньше было два тут один миллиардеров. Ну, такой маленький миллиардер, два миллиарда всего у него. Но он больше, чем мы получаем. И вот никогда, ни в одном случае, на все эти просьбы, по самому важному вопросу для переговора, говорит, нет денег для того, чтобы повысить зарплату. Как же нет у вас вот такие прибыли? Нет. Дескать, у нас все под... Я спрашиваю уже. Ну, хорошо, вы не говорите сколько, а вот так идут прибыли, так или так. Он говорит, что я сказал. Боится, что его тут накажут. И выгонят. Выгнать запросто можно легче, чем докер. Вот те, кто участвуют в переговорах, и как бы ты с ними разговариваешь, они так разговаривают, как умные, толковые люди. Вдруг ты попадаешь на то поле, где им сказали, что по этому вопросу. Даже не думайте, если вы что-то думаете. Скажете это, и вы больше тут не работаете. И вдруг ты смотришь, как будто ты со стенкой разговариваешь. Так что вот мы должны понимать это, как конфликтологи, что тут не все зависит от позиции, от того, насколько умный человек, а все зависит от его положения. Положение может быстро измениться. И не только ваше, но и того, кто говорит. Далее. Оказательная организация производства, что следует способствовать участию работников в управлении организацией. То есть обеспечивать участие в заседаниях совета директоров организации с правом обязательного голоса представителя работников, согласно регламенту совета директора. Ну и как вы думаете, значение имеет этот голос? Я думаю, нет. Ну правильно вы думаете. То есть вот это очень полезный пункт, потому что он дает возможность поприсутствовать и понять, что ты там не играешь. Вот если у меня 350 тысяч голосов, и у вас вот трое, приходите на собрание. Сейчас мы будем решать. Кто за то, чтобы избрать председателя меня? Голосуем. 350 тысяч за меня? Три голоса против. Так. Теперь кто за то, чтобы дивиденды не платить? А единственное, что вы можете, имея акции, это дивиденды получать, а сделать премии больше руководства, то есть мне. Голосуем. Тут 35 тысяч, а тут 3 против. И все демократично. Вы в следующий раз не пришли из-за этого, со злости. Не пришли, а существует закон об объединениях. Что он означает? Он говорит, первое заседание не может проводиться, если нет большинства голосующих акций. Акции. Люди здесь не в счет. Акции. Второе заседание проводится при любом случае. А я все акции продал бабушкам в Сибирь. Они не приедут. Вы пришли. Они не пришли. У меня поэтому так намного больше, чем у вас. И все решается. Но на втором собрании. Сразу заведомо делается одно собрание, а второе, это так и планируется. И все, и все решается. Поэтому не такое голосование, а сразу считайте, что у меня сразу столько рук поднимается. Вот что такое. Голосуют акции. У кого больше акций, тот и побеждают. И все. Поэтому это вот, как выяснилось, ничего из обсуждения с докерами, никто ничего не рассказывал про эти заседания, потому что там они ничего не решали. Все, что они решали, это вот они подготовят документ, обсуждают его, а добиваются... Два есть варианта. Во-первых, забастовкой. Если один раз люди провели забастовку, тогда угрозой может быть забастовки. Вот давайте мы договоримся так и так. И не будете, да? Тогда у нас забастовка начнется. Тогда говорят, ладно, договоримся. То есть можно без забастовки очень многое принять. Например, последний раз они это делали так. Каждая бригада, вот когда они решали этот вопрос о коллективном договоре, каждая бригада одну неделю должна проработать по правилам. То есть медленно-медленно. Медленно, чтобы безопасность была обеспечена полная. Одна бригада вы проработали, потом вы, потом вы, потом я. И так целый месяц. И целый месяц уже в порт лихорадило. Потому что, ну если одна бригада, ну там большие бригады по 150 человек и по 200. Если одна бригада работает, вот, медленно, ну все, в порту замедлится, все. И корабли позже уходят и так далее. И так это тянется, вся эта волонка. Но это еще как бы не забастовка. Это забастовка в кармане. Потому что в кармане остается объявить ее. А тут ничего не объявлять, что вы можете. Вот я обязан обеспечивать охрану порядка и технику безопасности, чтобы не было никаких несчастных случаев. Вот мы и работаем. Поэтому даже уже администрация, она понимает, что происходит. И понимает, что если она не пойдет на это дело, ну будет вот такая вот волонка. Пункт 3.1.4. Тут говорится, что не проводить сокращение численности работников по инициативе работодателя без согласования с соответствующими правым бомбами. Вот за это они поставали. За один этот пункт они готовы были поставать сколько надо. За один этот пункт. Потому что вот, понимаете, вот мы сейчас напишем этот коллективный договор, и вам будет все хорошо, а вы работница как раз. Единственное, что вас не будет. Поэтому вас, как бы, это настолько интересует, как вот вы сейчас. Вы там не работаете, правда? Поэтому, в общем, это, конечно, если там ухудшится, ну, конечно, жалко, что у них ухудшилось, но у вас-то не ухудшится. А у вас будет новый материал для рассмотрения. Так вот, понятно, все докеры понимают, что если вы окажетесь за воротами, то все эти блага это к вам не относятся. Поэтому согласование. И вот везде согласование, если бы они написали статьи по согласованию со ссылкой на старый кодекс, то это бы улетело, поскольку уже кодекс не такой. А раз они, раз нельзя, так сказать, убрать то, что вписано, или то, что проголосовано, вот, раз это и есть согласование, все, вот, но они за него вот бились именно в порядке. То есть, вот мы с вами рассматриваем ситуацию, когда конфликт используется как средство продвижения вперед. То есть, мы не за конфликт, как конфликт, правильно? Потому что конфликт может быть справедливый, с одной стороны, с другой не справедливый. Если этот конфликт необходим для продвижения вперед, то он выполняет положительную роль. А если вот приходит конфликтолог и говорит, давайте, давайте, не будем конфликтовать, пусть они, пусть их увольняют без всякого согласования. Ну, мы же тоже не, а мы конфликтологи, не должны быть в положении таких людей, которым нам движения вперед не надо, нам лишь бы только вот никто не спорил. Мы бы, лишь бы мы с вами не спорили, не понравились и не подискутировали. Ничего страшного в этом нету. Все серьезные, всякие дела решаются борьбой. Ну, например, самый крупный конфликт, что? Мы-то, спрашивали вас такой вопрос, революция. То есть, скажем, переход от рабовладения к феодализму прошел везде. То есть, везде этот конфликт. Потом, переход от феодализма к буржуазному строю, везде. А с буржуазного строя к коммунизму, не везде пока. Ну, уже полтора миллиарда. А еще к ним присоединяются эти страны, которые не хотят, чтобы их раздавили. Там, скажем, Индия и Пакистан вступили год назад в Шоссе и получилось там четыре ядерных державы в Шанхайской организации сотрудников. Четыре. Вот. Но, конечно, ядром является Китай, который, так сказать, там социализм не построен. А социалистическая революция прошла. И Россия, в которой прошла, и прошла контрреволюция. Но у них, у этих двух государств, ракетный ядерный потенциал выше, чем Соединенных Штатов Америки. Да тут и сейчас Индия с Пакистаном, которые чуть ли не готовы друг с другом воевать, но туда не прибежали. Вот и полис получился такой очень солидный. И 40% населения к этому полису принадлежит. Хотя там даже нельзя сказать один общественный строй. И там еще не социализм, а только переходный период. А и здесь капитализм, еще и революции не было. Такая картина сейчас интересная. Пожалуйста. Далее Тридент 5 Не заключается сторонними организациями договоры на проведение работ, которые могут выполняться подразделениями организации, влекущие за собой снижение занятости или ухудшение условий труда работников. Да, очень важно, что вы это отметили, потому что это больной вопрос. Приходят люди в тапочках, даже без робы, и, так сказать, на места, которые вместо догеров начинают работать. Причем норовят это вот начнете забастовку, тут они и явятся. Особенно вот сейчас, почему болезненно воспринимают люди вот эту попытку в 4 дня ужать, а 3 дня свободные рабочие места, ваше свободное рабочее место свободно. То есть на этом рабочем месте уже 3 дня будут какие-то люди сидеть, причем будут они получать в 2 раза меньше, чем вы. Я думаю, это понравится тем, кто вам платит зарплату. Потом в следующий раз вы придете и скажете мы уже без вас обойдемся. И тогда они еще займут эти 4 дня. Потому что они работают сначала и до конца круглосуточно. Посмотрите, как работают гастарбайтеры. Поэтому очень опасные вопросы. Это хорошо, что вы нашли такие болевые точки. Да, и далее как раз следуют пункты про докеров и кто должен заниматься их работой. Например, 316 погрузочно-разгрузочные и связанные с ними работы производить силами специалистов аттестованных и принятых на работу в качестве докеров и механизаторов. Привлечение к этим работам других категорий работников и на других условиях производить по согласованию с правкомом докера. По согласованию. По согласованию. То есть, если правком скажет нет, там ничего не надо, ничего доказывать не надо. Не согласовано. Подпись. Все. Подпись. Обеспечить доставку работников на объект работы, к местам отдыха и приема пищи и возвращение с объекта работы и также рабочие места обеспечить необходимым для выполнения работ оборудованием и инструментом. Вот я вам скажу, что этот первый контейнер-траминал находится на Туруханских островах. Я думаю, это место вы не знаете. Вот есть автовая. От автовой раньше трамвай шел перпендикулярно проспекту Стачек туда, в сторону залива и довольно долго туда ехал. Трамвай убрали. Ни на чем туда доехать нельзя. Но вы можете там на уголочек пойти около Комсомольской площади. Там приходит автобус с первого контейнера-траминала. У кого есть пропуска, они садятся и едут. Поскольку я у них был консультантом, я на нем катался. Я проезжаю и меня доводят до правкома. То есть я проезжаю там пункт пропусков. Во-первых, это дорога вся, потом пункт пропусков и еще там по территории немало надо ехать. И все работники имеют. А у кого есть автомобиль, они получают пропуска. Тоже едут. А пропуска там получать сложно, потому что это граница. А если это граница, все пропуска через ФСБ, пожалуйста. Идите вон на большую на Шпалярную улицу и на Шпалярную улицу и там добивайтесь соответствующего. Кто-то бывает или правком идет, или для тех, кто представитель профсоюзов, он обеспечивает им пропуска. Соответственно и администрация тоже. То есть через ФСБ. Вот так. Поэтому там серьезная очень организация. Так. При реализации мероприятий, направленных на повышение производительности труда, согласовывать с профсоюзами, с профсоюзными комитетами изменения систем оплаты труда в форм материального поощрения размера тарифных ставок. Да? Как вы думаете, что предлагает администрация всегда? Какие она изменения предлагает? Ну, уменьшить зарплату. Ну, не видно, чтобы было. Ну, да, так. Давайте не так сделаем, а вот так сделаем. Все бы не было, это видно. А тут приходит к председателю, и говорит, не согласовано, и все. Ну, потому что сам институт согласования введен в этом коллективном договоре, и вы таких организаций в стране очень мало найдете, где это есть. Потому что там вот в Меделье в Кодексе, хотя тут вот есть одна статья, что не может быть хуже, чем в Кодексе, а вторая статья, что может быть лучше. То есть коллективный договор и это позволяет, и это позволяет. Вот. Но, чтобы этим воспользоваться, ну, надо иметь силу профсоюзную. Так. Далее следует пункт касательно обучения работников. И говорится, что нужно организовывать обучение работников с смежным профессиям. И в случае использования организации навыков, навыков, приобретенных работниками самостоятельно в период работы в организации, компенсировать до 50% затрат работ при продолжительности обучения не более 24 тысяч. Я вам еще одну деталь вот сообщу, которую здесь не увидишь в коллективном договоре, но вы понимаете, что вот изменился собственник, вот был один собственник, стал другой, который ухудшил условия. Прежде всего от него зависит, сколько будет объем перевалки грузов. Он уменьшается, значит, соответственно, надо кого-то увольнять. Кого увольнять? Кого увольнять? Значит, все вот эти члены профсоюза, а и только по согласованию. Туда-сюда, туда-сюда, и уволили всех нечленов профсоюза. И вот этот первый контейнер-терминал, это единственная в стране, а может и в мире организация, у которой 100% члены профсоюза. Стоп! Нигде нет этого. Потому что те, кто члены профсоюза, они в броне, а вынесли на профсоюзах. Приятно было познакомиться. И все, и ушел. Или, скажем, некоторых пожилых членов профсоюза, они им предлагали там 10, там 5 окладов, 5 окладов по 90 тысяч, 5 людей, 4,5, 450 тысяч, полмиллиона. И, так сказать, некоторых удалось ему говорить. А другие прекрасно понимают, что через полгода это будет 4,5 миллиона. Поэтому не поддавались уговорам. Но, с другой стороны, это тяжелая работа и некоторые просто трудно уже работать. Они ушли, но с такой компенсацией большой. А если вас просто уволят, сколько вы будете получать месяцев зарплату? Не зарплату, компенсацию. Не знаете? Два. А если члены профсоюза, три. Члены профсоюза, потому что профсоюз еще надо заранее уведомлять об этом. Ну и все, три месяца и готов. А вот у нас есть коллега, который работает в американской фирме, там ситуация такая. Закрыли эту фирму и они, чтобы не было скандала, 10 окладов. Он получил миллион. По 100 тысяч. 10 надо миллион. И через неделю устроился снова в другую фирму. Так что специалист. Вот такая картина. Предлагатель. Да. А у нас еще фунт 3.1.16. Последовательно сокращать количество работников, занятых в ночную смену без снижения интенсивности обработки судов, вагонов и других транспортных средств. То есть вроде как звучит очень хорошо, но с другой стороны как это реализовать? А нет, да, вот никак не видно, как бы как оно реализовывается. Потому что ничего конкретного тут не говорится. А что это значит? Ну как, насколько, какие-то этапы, надо было бы делать приложение, в котором бы расписать такие вот периоды, в течение которых это будет делать. все так очень удобно. Еще один пункт 3.1.21. Ежегодно направлять работников для обучения и ознакомления с практическим опытом работы других портов. Вот они ездили в этих самых и в Антверкен, и в Швецию и в другие страны Балтийского региона. А потом приезжают и говорят интересно, у них та же техника, что у нас? И работа та же. И у нас производительные струда не меньше, а почему зарплата у нас меньше спрашивается? Почему она ниже? Да, почему она ниже, когда у нас все на том же уровне, что в этих странах? Поэтому как-то в последнее время не очень они так приветствовали администрации поездки туда. Далее. При проявлении работниками инициативы, повлекшей улучшение в организации производства, поощряет работников материально и морально по субъекту с вами правкома. То есть опять же очень даже позитивно звучит. Но суммы не указаны. Да, опять же ничего не указано. Вот вам пять копейок и дети. Ну какие суммы должны быть, какие-то суммы разработаны, да? Что вот если такая-то производительность, такая-то сумма. Если вот не будет, если будет не написано в коллективном договоре, что положить в новогодний подарок в детям, там будет не два апельсина, один, и не шоколадная плитка будет, а какая, знаете, из этого сделана? Из заменителя шоколада. Пальмовое масло и еще чуть-чуть. Ну да, вот такая плитка, не шоколадная. Ну да. То есть, ну просто, вот казалось бы, ну что вы расписываете, что должно быть в коллективном договоре, что должно быть в подарке для детей. Не распишешь, будет. Если не будет написано, что вы плащ должны получить, ну вот я уже вам говорил, не дежурный, а свой иметь, сухой, значит будет мокрый, вот придете из них и так. И один товарищ, это вот тут не написано, обратили внимание, сколько они должны перегрузить, нормы считаются, сколько он должен перегрузить? 24 тонны на вручном грузе. 24 тонны за смену. А раньше было 60. И вот товарищ, каретников, был уполномоченный во время переговоров. И во время переговоров, а там вот те люди, которые уполномочены, они правили, так сказать, договариваться. И он согласился оставить 24 тонны. А перед этим профсоюз заключил договор с медицинским учреждением, пришли медики и мерили. И при превышении 12 тонн перегрузки все, так сказать, параметры организма у них просто в разнос шли. И, ну, вот поэтому они записали в проект 12. А товарищ, каретников, хороший человек, хороший человек, на самом деле, взял и... А! Мы и больше грузили когда-то. Сейчас он уже в земле сырой лежит сам. А вот он такую норму согласовал, и так она и кочует. До сих пор эти 24 тонны у них и встает. Это достаточно, чтобы человек на два мерца. Так, еще что у вас? По поводу дисциплинарных взысканий. Привращение работника члена профсоюза к дисциплинарному взысканию впервые в течение годового периода производить после предварительных консультаций с соответствующим правкомом. При наложении дисциплинарного взыскания учитывать все обстоятельства заслуживающего внимания, в том числе предшествующую работу работника. Вот видите, там, скажем, тот произвол, который бывает. Я вам объявляю выговор. И все. И срубим приказ. Нет, идите вот сюда. Вы представите правкома. Вот она там то-се, пятая. А вы говорите, она, вот у нее такие обстоятельства, то-се. Вот пока не поговоришь и не проконсультируешься, не имей права. А когда уже это все остынет, то уже понятно, что ну чего-то сгорячат лепить эти все выговора. Так что это очень важно. Далее. Не допускать возложения на работников ответственности за ущерб, который может быть отнесем в категорию нормального хозяйственного риска. Да. То есть иногда приходится выполнять такие операции, которые не знаешь к чему приведут. Ну так, я скажу, давайте попробуем. Попробуем. А кто будет отвечать? А вот оборвалось. Груз улетел или груз разбился. Кто будет отвечать? А вы же груза доделали. А вы же скомандовали. Ну так давайте, если это фиксируется, что это категория хозяйственного риска. Ну кто за риск? Риск это риск. Никто за него не отвечает. Вы просто не получили прибыли и все. А наши зарплаты это не касается. Я выполнял то, что вы мне сказали. Вы мне сказали, я выполняю. Выполняю? Сейчас включу. А там бам! Полетело. И я также хотела говорить по поводу пунктов по обеспечению занятости. Например, получивших производственную травму или профессиональное заболевание, работников обеспечивать с их согласия работой в организации либо содействовать в их трудоустройстве в соответствии с квалификацией и рекомендациями. то есть, если человек получил какую-то травму, это не значит, что его могут так спокойно выгнать и найти новую человека для данной работы. Придется так или иначе или найти ему другую работу в соответствии с его квалификацией или же содействовать трудоустройству в иную организацию. А вот теперь давайте вспомним такую величину, которая была обнародована в связи с вот этой пенсионной реформой, что 30% работников трудится без оформления договора. И вот случилась травма этого человека. Его аккуратно берут, внесут его, внесут, аккуратно, травма. За забор, за предприятие. Вынесли и положили. Все. Это жестко. Все на этом. Он больше, он инженер, он не работник. Например, сама эта вот идея, что нету денег на пенсию, так вы с 30% работодателей, у которых есть 30% работников, всего занятых в России, не берутся эти самые деньги и отправляются вносы в пенсионный фонд. Поэтому денег нет. Ну так вы заведите порядок. Так порядок надо говорить, как приведите в порядок этих работодателей. А если вы работодателей не приводите в порядок, что вы эти денег нет? Так вы что за государство, у которого все есть, у Росгвардии есть, такие органы, пенмоны, мониторинг, все, и чего этого нет? Ну, факт остается фактом. Так, хорошо. Форму содержания бланка трудового договора, заключаемого с лицами, поступающими на работу в организацию, согласовываясь с правкомами. То есть правкомы видят, какие там и как бы критерии, что и как надо. Да, правком обязательно напишут и ознакомить с коллективным договором. Да. Чтобы тот человек, чтобы тот человек, который попадает впервые, он понял, что он попадает в хорошую организацию, где он защищен. Потому что, ну, скажем, большинстве организаций, если вы возьмете, никто, видом не видал, слыхом не слыхал, где этот коллективный договор. Это не знаю. А потом, он не обязательно должен существовать. Это как бы вот, вот и вы решили, и договаривались. А если не хотите, не договаривайтесь. Нет никакой обязательности составлять коллективный договор. Ну, вам не надо. Вы хотите хуже жить, чтобы как-то привыкнуть к тяжелым условиям. Правильно я? Правильно понял? Вот. Я скажу, все равно трудности в жизни. Знаете, хочется вот как-то набраться терпения и привыкнуть к этому. А то вдруг мы жили хорошо, а потом обрыв. А у вас жили плохо, а потом улучшение. Радость. Касательно ликвидация организации в целом, ее структурных подразделений, полную или частичную приостановку производства, следствием которых может стать сокращение рабочих мест, допускать лишь при условии предварительного, не менее чем за три месяца, уведомления правкомов и проведения с правкомами переговоров по соблюдению прав и интересов для работы. Ну вот я могу к этому только добавить. Это хорошо, что на это обратили внимание, что поскольку очень часто эти все преобразования, это изображается, что кто-то купил, это та же организация, по другим соусам. Например, этот первый контейнер, этот карминал, он был у одного, можно оказаться у другого. Или там есть организации, скажем, в порту организации одного миллиардера, Лисина, там основная группа компаний, Лисина, ну вот сделали управляющую компанию, и Лисин играл в то, что это не Мэй, это принадлежат управляющей компании, хотя вся управляющая компания принадлежит ему. И это все реорганизации. Так вот они добились того, чтобы условия коллективного договора, которые были вот в этой, до реорганизации и после реорганизации, были точно такие же. Когда вот они договорились, тогда профсоюз дал добро на то, что да, ну пожалуйста, проводите. А если нет, то и нет. И тогда так не получается. И тогда мы будем этому тормозить. Они сделают забастовку, во время забастовки организацию проводить трудно, даже если они удастся провести. Так. И последний пункт, который я хотела бы обратить внимание, это 3.2.14. При отсутствии либо снижения объемов работ, вследствие чего работники остаются без работы по своей специальности, направлять свободных работников на другие работы, в том числе принимать меры по обеспечению работников работой в других портовых организациях. Да. Ну этот пункт, он так сказать, и повис, потому что этот пункт был на тот случай, если не удастся выиграть, вот, по вопросу об увольнении. А если никого нельзя уволить, то нет такой проблемы. Ну да. Ну, наверное, стоит говорить уже о заключении. В целом, я считаю, что данный коллективный договор, можно сказать, довольно позитивен, и тут есть довольно много пунктов касательно поощрений работников за их инициативу, защиту данных работников. Говорится также много о безопасности данных работников, о медицинских услугах, которые могут быть предоставлены при каких-либо травмах и так далее. Но, но, к сожалению, есть некоторые пункты довольно расплывчатые, и сложно сказать, что имеют конкретно в виду, потому что, ну, работодатель, если захочет, он может в целом как-то избежать не очень красивой ситуации с правкомом. Поэтому некоторые пункты вставляются для того, чтобы они были травой, мякиной. Ну, да. Так сказать. А некоторые пункты дублируются, потому что один не выполнит, другой будет такого же ситуации. Это опасные уже приемы. И вы такой хороший доклад хотели скрыть от народа? Угу, да, хотели. Тем более. Ну, вот я вам докладываю, что поскольку это будет вывешено на канале Фонда рабочего времени, вот руководитель канала, здесь присутствует Сергей Викторович Чевленев, вот вы в этом хорошем, интересном опыте вы рассказали другим людям, которые с интересом будут смотреть. Вы знаете, что сейчас забастовка в Ленинграде? Я слышала об этом. Вы же ли, кого? По новостям читала. Ну, кого? Кого забастовка-то? Кто бастует? Я не знаю, честно. Конфектология? Нет, не конфектология. Нет, кто бастует. Озон, эти самые, курьеры. 200 человек, это заставало. Вот мы в прошлый раз записали маленький такой ролик о том, что должны знать те, кто начинают создавать профсоюз. Потому что профсоюзы старые, они оказались уже прямо под влиянием работодателей. И скажем, надо создавать профсоюзы, причем права основные, как вы видите, по трудовому ходу, у первичных организаций. Это не важно там какая верхушка. Важно, что эти первичные организации могут создавать хорошую обстановку и заключать хорошие коллективные договоры. Но если они не будут это делать, а протестовать, вот вас бьют, а вы протестуете. У вас отнимают, а вторую ручку вы протестуете. И очки отобрали уже. Все равно только протестуйте. Ну и протестуйте. Кого это волнует? То есть, в обществе сейчас перенасыщенность просто негативным таким вот настроением. Мы против. Ну и что вы против, вы гарнир. То есть, я вот котлету беру, а вы как пюре тогда. Вот не надо быть пюре. В данном случае есть совершенно определенные, причем законом установленные практикой, процедурой, опыт есть хороший. И люди должны не столько, значит, не разбегаться в разные стороны, а собираться и коллективно решать в соответствии с тем, что это ведь не просто закон данный, так сказать, даже другим планом, закон, который появился через конфликты тоже. Законы не появляются просто так по вопросам трудовых отношений. Это результат длительной борьбы работников с работодателем. Я хотела бы еще дополнить доказательность забастовок. Потому что я где-то видела, что забастовки происходят, но толком даже не знаю, где, кто, почему. Это, я думаю, довольно большая проблема, потому что забастовки сами по себе сейчас не так подвержены общественному, в общем, общество. Внимание такого. Да, внимание общества. А их мало? Их мало, и они, к сожалению, где-то там далеко, с кем, чем непонятно. Многих интересуют совершенно другие вещи, там, кто за что сел, что следует данного человека срочно из тюрьмовой тяги. Ну, единичные такие, не коллективные. Рабочие, забастовки, казалось бы, это касается многих из нас, потому что многие, мы происходим из семей, ну, рабочих, обычных людей. Я думаю, тут вряд ли мы встретим человека, у которого папа чиновник. Мой папа работает король. У меня такой студент был из Африки. Кем работает ваш папа? Мой папа работает король. Неплохо. То есть, я думаю, проблема есть, и она следует на нее как-то обращать внимание, но, к сожалению, мы этого не видим. Да. Ну, я думаю, что вопрос о том, чтобы видеть, он связан с тем еще, как нацелен, на что нацелен взор. Потому что сейчас, скажем, у нас очень шумно известная была забастовка машинистов башенных кранов в Казани, в Татарстане. в Казани. Причем все практически башенные краны остановились, соответственно, остановились все стройки. Потому что стройка без башенов, если башенный кран не работает, все. И что выяснилось? выяснилось, что там грубейшее нарушение и норм безопасности, и эксплуатации вот этих башенных кранов, которые, как вы понимаете, такой высоты и такие сложные представляются механизмы, что там какие угодно могут быть случаи. ну вот первое, что сделала администрация одной из компаний строительных, она посадила в трейкбрейхера туда. Причем эта забастовка не была забастовкой, ну формальной. Она была по существу. Просто остановили в связи с тем, что я не беру, говорит коронавчика, не беру на себя ответственность за работу на таком неисправном кране и не буду выполнять такие работы, которые не обеспечены с точки зрения безопасности. И все. И он ждет, когда это будет исправлено. И второй ждет. И третий. И так весь город. И так все коронавчики в Казани. Ну и в общем выяснилось, что у них, если по порядку считается, что за рамками восьмичасового рабочего дня надо платить за первые два часа в полтора раза больше, а потом в два раза больше, уже после этих двух часов. Никто там это не выполнял. Никто. То есть и низкие оплаты. И в то же время. А эти низкие оплаты что стимулируют? Чтобы людям как-то добрать и заплатить то за то, то за то, за это. Они сверхурочно работают. Это опасно. В первый же день посадили туда человека с Эльбрехера на кран. Тут же кран упал. Перестали сажать. У нас, наши городовщики к нам уже обратились, вот мы с ними и встречались. причем мы уже в Казанце освежались с нашими. Что-то, пожалуйста, давайте встретимся, помогите. И у нас образован в Санкт-Петербурге сейчас профсоюз профсоюз кровановщиков высота. Профсоюз кровановщиков Санкт-Петербурга. И это был тоже такой очень интересный процесс, вы можете посмотреть. Мы как раз с Сергеем Викторовым участвовали в этом деле. И он записывал, и выступал, и связывался с ними непосредственно. То есть, люди сейчас наступили, наступил такой момент, когда люди понимают, что другого способа решить проблему нельзя. А просто протестовать, ну, это никакое не решение проблем. У меня все отнимают, а я протестую. Меня бьют, а я протестую. Что это означает? Что я занимаю чисто негативную позицию. А вот на этом построен вообще весь кодекс на том, что здесь позитивная позиция. Требования, требования, требования. Давайте требования, давайте переговоры, давайте будем решать. Но если вы требования выставите, я в основном это буду выставить какое-то сопротивление. Но это совершенно нормальный процесс, конфликт. и конфликт разрешается. Так или иначе все забастовки разрешаются. И из этого конфликтного, из этой конфликтной ситуации получается позитив. Люди достучались, как-то получилось и так далее. Но этому надо научиться, потому что это сложное дело. Потому что против я выставить вообще ни о чем мне надо думать. А вот организоваться это очень сложно. Спасибо большое. Спасибо. Очень интересно. Я думаю, что каждый следующий выступающий сам продумает, как в какой информе будет выступать, как подавать то, что он будет говорить. Никаких вам ограничений нет, потому что наоборот, у вас есть возможность остановиться на том, что вы считаете нужным. Может быть и более широко, а может быть взять за какой-то более узкий какие-то вопросы и так далее. У вас вопрос какой-то был, да? Я просто раньше уйти нужно. Надо уйти, если раньше нужно. Значит, если вам нужно, надо уйти. Только все логично. А потом я буду виноват. Да ни за что. Пожалуйста. Ну вот, я благодарю нашу докладщицу. Считаю, что она задачу выполнила. Я думаю, что и другие товарищи, которые готовят материалы, тоже свою лепту внесут. А нам надо именно в силу того, что сейчас в нашем обществе складываются такие условия, что эта информация, это знание становится все более и более востребованным, более глубоко и содержательно это изучать. У нас для этого есть не только документ, трудовой код, из которого является правой, и не только закон о профсоюзах и в правах и гарантиях деятельности, но у нас, скажем, есть лекции, которые записаны мною за предыдущие годы, их можно посмотреть тоже, это тоже материал определенный. И есть очень интересные выступления практиков. Вот выступление я бы вам рекомендовал товарища Федотова, который был сначала председателем правкома Докера, а потом первым заместителем консалтинга правового отдела за первый контейнерный терминал. И он готовил все, не только вот эти колдоговора, и типовые проекты договоров для всех компаний Порта. Типовые. И проекты были напечатаны, а потом в каждой компании уже переговоры шли по-своему. и очень интересные выступления можно посмотреть на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии товарища Ковалева. Академия 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 Почему? Потому что им забастовки запрещены законом. Тем не менее, они нашли формы, в которых добиться смогли высоких результатов, заключения коллективных договоров и улучшения положения работников. У них зарплата высокая, больше двухсот тысяч, у них рабочий день шесть часов, о котором другие только мечтают, у них отпуск гораздо больше, потому что кодекс позволяет вам какую угодно сделать зарплату выше и отпуск, и рабочий день сократить. Но для этого требуется не просто желание, а требуются большие организационные усилия и очень серьезные коллективная борьба. И вот там есть два интервью, которые я бы советовал посмотреть. И эти интервью очень ценны с точки зрения того, что они дают возможность практику узнать, которую так просто не изучишь по книгам. И мало таких книг, и трудно ее изучать. При этом я бы хотел поставить такой вопрос. Мы с вами продолжаем с вами тему требований, коллективных требований или требований коллектива. Вот какими должны быть требования? Хотелось бы начать с того, что требования могут быть никуда не годными. Например, требования, которые ниже того уровня, который есть, годятся? Положительные? Нет? Ниже того уровня, который есть. Например, в Трудовом кодексе Российской Федерации записаны в двух статьях. Следующее положение. Статья 130. Государственные гарантии повышения уровня реального содержания зарплаты. Что государство гарантирует повышение уровня реального содержания заработной платы. это что значит? То есть, что зарплата, неважно, сколько вам бумажек выплатили, а реальное содержание, это сколько вы на свою зарплату можете купить. Так вот, данные статистики нашей российской говорят, что последние пять лет уровень реального содержания зарплаты только падает. Я не говорю сейчас, какая у кого зарплата, у кого повышена, у кого понижена. Средний уровень зарплаты все время падает. Пять лет подряд. Ну, а как так может быть? А так, что вы, наверное, знаете, что такое инфляция. Инфляция это понижение покупательной способности рубля. То есть, денег можно выпускать больше, платить больше, а покупать на эту большую сумму денег будете меньше. В силу того, что инфляция опережает рост номинальной зарплаты. То есть, номинально выросли, допустим, ваши зарплаты на 3%, а на 5% инфляция, например, наш Центробанк задавал 5,5% последние годы, 5,5% инфляцию, а зарплата, допустим, на 3%, и что вы получаете? Ну, сейчас с 1,5% вниз. А что такое инфляция? Я боюсь, что вы сходу и не сформулируете. Что такое инфляция? Есть такое определение, что это обесценивание денег. Что? Я это часто слышал. Обесценивание денег. Ну, да, обесценивание денег. Это вроде так. На самом деле есть разные товары. В том числе есть такой товар, который называется рабочая сила. Так вот инфляция это повышение цен на все товары, кроме товара рабочая сила. Это не вообще обесценивание денег, это обесценивание вот прежде всего товара рабочая сила. То есть если бы на все товары было бы повышение, ну, вроде бы как просто другой пересчет денег, да, а у вас повышение цен на все товары, кроме товара рабочей силы. А на товар рабочей силы повышения нет. Или в меньшей мере повышение, чем повышение цен на все остальные товары. Я не знаю, вы когда-нибудь съездили через шлюзы, так сказать, по Волге, никогда не переезжали? Вот мне приходилось ездить по Волге, я заключал договора распространения газеты, вот мы двигались так, заезжаем в шлюз. И там нужно поднять уровень воды, такой, который будет в следующем течении реки. И вот начинает вода набираться, 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 и вот наконец сразу. Тогда ворот открывается, и поплыл корабль дальше. Или наоборот, снижается, 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 если вот там ниже уже по течению, ниже уровень. Так вот представьте себе, что у вас на поверхности воды плавают разные поплавки. Вот каждый поплавок это какой-то товар. А рабочая сила это такой товар, который тоже плавает, но он привязан ко дну, веревкой. И вот когда поднимается вода, то все товары всплывут, а этот поплавок утунет. Вот так происходит у нас с ценой товара рабочая сила. цена товара рабочая сила абсолютно может и расти, а относительно по отношению к другим товарам она падает. Пять лет подряд реальное содержание зарплаты падает. И вот находятся такие товарищи, которые думают, как нечто хорошее начинают требовать того, чтобы была обеспечена индексация зарплаты. Это требование индексации зарплаты полностью входит в содержание тех двух статьй. Одной статье я вам назвал, вторая статья обеспечение 134-е. Обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты. Что такое обеспечение повышения? То есть вы должны на эту замую зарплату покупать все больше и больше и больше. А на самом деле идет все меньше и меньше и меньше. Вот это обеспечение. Спрашивается, чем гарантирует государство. А вот оно тем и гарантирует, что оно дает вам право. Вот, пожалуйста, боритесь. Вам разрешили требовать любые требования. Нет ограничений в требованиях. Требуйте. Вот, пожалуйста, есть у вас переговоры. Не договорились? Вот, пожалуйста, составляйте протокол разногласия, выставляйте требования, доводите до зубастовки. Ваши требования законны и справедливы. Ну, или считайте, что вы пришли ко мне на прием, моя государственная руководитель говорит, ну, ну что, я за вас буду это добиваться? Вам же надо? И добивайтесь. Мы вам дали все права. А вы не хотите? Ну, раз не умеете, раз не умеете жить, ну, сами виноваты. То есть, что-то в этом есть хорошее. В этом есть хорошее то, чего, вот, скажем, за время советской власти и социализма, естественно, рабочие это разучились делать. Уже не было таких поколений, которые могли бы... Забастовки все время эпизодами были. И каждый раз забастовки так или иначе разрешались благоприятно. Вот. Но, чтобы широко это было, это было только после революции. Ну, до революции, само собой. И какое-то время после революции, я уже вам говорил, что вот, Ленину докладывают, как председательство наркома Владимир Ильич, вот тут идут забастовки. Дакон говорит, надо разобраться. Если мы что-то делаем неправильно, надо исправить. А если мы делаем правильно, так надо пойти объяснить людям, они же нормальные, если мы объясним, они поймут и перестанут бастовать. Поэтому у нас никаких не было законов о забастовке, забастовки время от времени возникали. И разрешались вот таким путем. Очень просто. Повышали. И наоборот. Вот пришло новое руководство, Никита Сергеевича Хрущева. В 1900 оно пришло уже в начале 50-х годов. Он стал первым секретарем, начал всякие реформы, которые уничтожали те завоевания, которые были сделаны. Начиная с того, что уже в 57-м году началось уничтожение централизованного управления страной. Министерство были, все министерства были ликвидированы. И у нас, например, на сегодняшний день есть всего два министерства экономического развития, которые возглавлял Лукаев, он сидит в тюрьме. Это министерство продолжает его политику. И единственное, так сказать, позитивное министерство, которое есть, и единственное, которое занимается экономикой, на практике, это министерство промышленности и торговли. в главе с министером Денисом Мантеровым. Ну и он даже обошел банки и создал фонды поддержки промышленности, которые под 5% выдают кредиты, а банки под 17-16-15, немыслимые совершенно. Вот. У нас в 58-м году Хрущев организовал уничтожение машинно-тракторных станций, а это были основные средства производства в руках государства, которые обеспечивали такие отношения с колхозниками. Колхозники получают и пахоту, и обмолот, и все остальное. Все операции, которые требуют крупного машинного производства, эти вот средства производства в руках у государства и земля государственная. Следовательно, государство обеспечивает все, что нужно со стороны организации крупного производства машинного для колхозов. Колхозы натуроплатой отдают это дело машинно-тракторным станциям, то есть государству. Это было разрушено и тем самым разрушено обстоятельство, что кооперативно-колхозная собственность являлась формой осуществления единой общественной собственности. Потому что в колхозах были что? Коровы, лошади и мелкий хозяйственный инвентарь, свиньи, а все, что касалось земли и основных средств производства, все было государством. Ну и дальше, дальше была еще одна реформа, дальше это все дальше пошло. Во всяком случае, мы сейчас оказались в ситуации, такая была до 17-го года, когда есть капиталистические предприятия, соответственно, есть капиталисты, которые ориентируются на прибыль, и наивно было товарищам рабочим ожидать, что капиталисты, цель которых прибыль будут, причем они, имея эту цель, ориентируются не только на рабочие. Дело не в том, что они сами по себе, так сказать, жадные, а дело в том, что они конкурируют с другими капиталистами. Если у меня будет прибыль меньше, меня побьют, разорят. И я буду жить хуже, чем вот эти рабочие. Поэтому надо держаться, а раз надо держаться, значит, надо бороться за эту прибыль всеми средствами, в том числе и ущемляя работников своего предприятия. И вот в этих условиях которые считают себя защитниками интересов работников, выдвигают требования, которые, я бы сказал, ниже того уровня, на котором должны стоять требования. Требования работников, прежде чем они были требованиями, они не должны быть похожи на такие просьбы, которые хуже, чем самые ничтожные просьбы. Например, надо сделать обязательно индексацию. Что такое индексация? Индексация зарплат, это возвращение зарплат на тот уровень, который был в прошлом году. Реальный зарплат. То есть повысить номинальную в такой степени, чтобы он обеспечивал такой же уровень реального содержания, зарплаты, который был год назад. Что тогда происходит? Целый год цены растут, и целый год вот по такой нисходящей траектории понижается заработная плата. И получается такой треугольник. Вот этот треугольник, если мы его достроим до прямоугольника, если вы умножите вот эту величину высоту на продолжительность, вы получите общую сумму зарплаты годовой. Так вот, если, скажем, снижение составило 10%, это считается, что если 5% такой прямоугольник, 5% снижения зарплаты, и вот общий объем такой высоты. И что мы в итоге имеем? В итоге имеем, что если это индексация, то вас возвращает на тот уровень, который был в прошлом году, и оттуда снова, в следующем году, опять вот так. Потом опять такой зубец, вы вернулись на тот же уровень, и опять. Ну или другими словами, это, наверное, вы знаете притч про Сизифа, который закатывал камень наверх. Вот он закатывал, а потом камень скатывался. Тогда он снова закатывал его, и вот он так скатывается. И вроде как все заняты вот у нас. Вот у нас товарищи работники, которые борются за индексацию зарплаты, под руководством таких идеологов, которые это пропагандируют, они занимаются Сизифовым таким трудом. Они все заняты, очень борются. Они пытаются найти союзников, например, вот с этим выступал РКРП, Российская Коммунистическая рабочая партия Ротфронт. И вот они значит нашли такое законодательное собрание в Карелии, где вот их представитель был в составе этого законодательного собрания, и воспользовались тем, что законодательное собрание, любое, какое-то региональное законодательное собрание, имеет право законодательной инициативы. Нашли там сторонников среди КПРФ, Справедливая Россия, и ЛДПР, и вот дружно этой компанией приняли такой законопроект об индексации заработной платы, чтобы вписать в закон, что индексация обязательно проводится. Ну, а эти вот два закона, которые, две статьи, которые я направил, они не обязательны. Вообще, закон это то, что обязательно, или то, что не обязательно? Ясное дело, что обязательны. Так, во-первых, это в том, не в том, что нет записи, а дело в том, что не выполняется. Что это государство гарантирует, означает, что государство на самом деле не гарантирует. А раз оно не гарантирует, так надо этого добиваться, чтобы оно гарантировало. А как добиваться? Ну, так добиваться теми средствами, которые имеются. Они что, вот если использовали эти средства, это не помогло, можно думать о других средствах, а люди использовали свою возможность использовать и переговоры, и коллективные трудовые споры, и конфликты, и прогрессивные направленности. И вот они дошли до Думы. В Думе ситуацию, наверное, вы себе представляете. Главная Думская партия, это Единая Россия, имеет более 70% голосов. То есть она может даже поменять Конституцию, не обращаясь к другим партиям. Потому что депутатов от Единой России 70%, остальные все, так сказать, понемножку. И вот в ней, в этой Думе, состоялось голосование по этому проекту об обязательной индексации. И естественно, значит, вот эти партии проголосовали, это четверка. А Думы, Единой России нет. В итоге сумму получили. А в итоге получилось, что вот такая бурная деятельность, что чего-то добивались, ничего не забились. И вот, так сказать, показали себя борцами за интересы трудящихся. А где тут борьба? А нет тут никакой борьбы. Пустое, никчемное занятие. Поэтому, вот есть два. Две статьи в трудовом кодексе. Эти две статьи позволяют требовать повышения уровня реального содержания зарплаты. То есть требовать повышения зарплаты на уровень большей инфляции. Правильно? Ну или этого надо указать? Насколько? Поэтому нормальным требованием может быть требование такого рода уровень инфляции плюс, допустим, семь процентов. То есть само собой надо вернуть на прошлый уровень и добавить семь процентов. Это вот предложение работников. Они вносят это в коллективный договор. Они это предлагают на рассмотрение. После этого рассмотрения, как вы понимаете, начинается перетягивание канадов. И в результате этого конфликта итог бывает всегда не такой, не в таком же виде, как он вначале предполагался. А вот, скажем, получилось не на семь, а на пять. Так вот, дальневосточные докеры себе добились того, что у них в коллективном договоре записано, что по истечении года зарплата в первом квартале повышается на уровень инфляции плюс пять процентов. Это уже не предложение. Это записано в коллективном договоре. Теперь профсоюз МПРА работников автомобильного автопрома, межрегиональный профсоюз работников МПРА, он в одном из коллективных договоров, который, к сожалению, был всего на один год, непонятно, почему люди может быть три года в коллективном договоре, они переговорили, говорили и вели такие сложные переговоры и забастовки, и вместо того, чтобы на три года это себе обеспечить хорошую жизнь, они обеспечили только на один год. Там было на 0,25, простите, не на 0,25, 2,5 процента сверхинфляции. То есть это действительно повышение уровня реального соединения зарплаты. То есть компенсируется полностью инфляция, и плюс еще 2,5 процента. А если инфляция 4, значит на 6,5 процентов надо повышать зарплату. Если инфляция 7, значит на 9,5, а дальневосточным докерам надо повышать, если 7, то на сколько? Плюс 5, на 12 процентов зарплату. То есть вот нормальные требования. Поэтому, когда мы говорим о требованиях и говорим о какие нормальные, какие ненормальные, какие минимальные уровни, мы должны исходить из того, что какие улучшают положение и не улучшают не по принципу напиток, а, так сказать, ощутимо улучшают положение работников. Поэтому, учитывая, что вся эта процедура длительная и что организация забастовок даже с точки зрения выполнения всей процедуры сложная, то такие сложные вещи делать, причем вовлекать в это весь коллектив ради того, чтобы это кончилось ничем или незначительным изменением, которое будет убрано в ближайший год, то, конечно, не стоит. По этому поводу есть такой даже короткий рассказ, что в свое время в Соединенных Штатах Америки тогда была золотая лихорадка, вот были там люди ходили, у которого сбоку такой мешочек был с золотым песком. Выглядели они так же, как обычные люди, никаких особенных одежд, но все понимали, что это очень богатые люди. И вот один такой богатый приходит в ресторан, все сразу забегали, говорит, что вам нужно? Он говорит, а какое у вас самое дорогое блюдо? Ну, он говорит, вот жареные соловьиные язычки. Ну, давай. И поехали. Пошли ловить этих соловьев, отрезать им язычки и подносят ему блюдо, сковородку, жареные соловьиные язычки. Он понюхал, говорит, ну, отрежь на пятак. Вот некоторые наши товарищи, которые выдвигают такие требования, которые практически не улучшают положение, они похожи на вот этого гражданина, который сказал, отрежь на пятак. Ну, если вы делаете такую сложную работу, забастовку, ну, вы должны как-то вознаградить граждан, трудящихся, которые на это поднялись, потратили силы, время, во время забастовки ведь платить зарплату не будут. А если у вас забастовка будет частичная, то, по крайней мере, за те часы, когда вы не работаете, не будут платить. То есть, люди ущемляют себя, а у них, между прочим, кредит взят, у них затраты очень большие и так далее. Ну, а как же вы об этом не подумали? Поэтому заниматься забастовкой ради забастовки или сделать конфликты ради конфликтов, ну, это последнее дело. Вот если вы конфликтологи, означает ли это, что ваша задача разжигать конфликт? Нет. Ваша задача разрешать конфликты. Это разные вещи. А как можно разрешить конфликты? Ну, как его разрешишь? Это вопрос мы обсуждали в свое время, вот был конгресс конфликтологов. Разрешать надо по линии прогресса, потому что разрешить можно либо в эту сторону, либо в другую. Либо, так сказать, те, кто реакционные позиции занимает, выигрывает, либо те, которые занимают прогрессивные позиции. Ну, прогрессивные позиции же очень легко выясняются. В истории, как вы думаете, вот, кто лучше жили, крепостные или рабы? По идее, крепостные. А? По идее, крепостные. Да не по идее, на самом деле. Потому что, если бы у меня были вот рабы, ну, вот и вы бы сказали, я не буду делать раз, я сразу мечом вас и голову в плеч. Ну, если вы, моя собственность, правильно? Как в этой, что такое? Надо еще представить, себе, что такое рабовладение. То есть, раба мог, это собственность, это не человек, это говорящие орудия. Вы еще там говорите что-то, сейчас этот студент, это человек, как можно вообще, как ему относиться на то? Это уважаемый человек, потом это он будет потом, мало ли, что ты профессор, а он будет потом академиком, этот студент. Откуда я знаю? Так, мы исходим из того, что у вас перспективы самые большие. А уж, ну, что можно было сделать с крепостным? Продать. Потому что, ах, вы так спорите со мной? Продам. И продал. С семьей, можно без семьи, с землей, можно без земли. Что угодно мог делать. И можно осечь плетьми Некрасова. Помните вчерашний день, в часу, в шестом, дошел я на сену, и там били женщину кнутом, крестьянку молодой. Это недавно было. Ну, так, ну, что там, несколько, вот, пару сотен лет, и, пожалуйста. Потому что, Некрасов, это вот, ну, наш современник, можно сказать. Некрасов, Пушкин, это вот, уже те поэты, которые для нас, читаемые, любимые нами. Ну, а если вы возьмете рабочего, ну, вообще, так сказать, вот, что такое сегодняшний капитлист? Он, что у него, что у него в собственном? Машины, оборудование, земля. А вы в собственном? Нет, а вы его, вообще, он вам никто. Он никто вам. Это он на работе, вы выполняете его задания. Почему? Ну, по договору. Как вы договорились? Ну, если вы в одиночку договаривались, это вот трудовой договор, а коллективный договор. Потому что, как вы будете в одиночку? Вы пришли, там, пять тысяч человек, а у него пять миллиардов. Как вы будете там договариваться? Ну, ясное дело, что у вас договор ущемленный. А когда коллектив договаривается, ну, нормально договориться, чтобы нормально было, можно было работать. И какое требование? И вот у нас время сейчас заканчивается, а какое минимальное требование? А минимальное требование должно быть такое, чтобы трудящееся население не вымирало. Согласны со мной? А у нас выполняется это требование? Не выполняется. У нас смертность превышает рождаемость? С какого времени? Прямо с девяностых годов. Вот до этого. Вот так идет рождаемость, а вот так шла смертность. Вот так они. А сейчас? А сейчас вот так идет смертность, а вот так идет рождаемость. И крест. И сейчас они вот рядышком, но с превышением смертности над рождаемостью. Поэтому сейчас, я думаю, что требуется приложить усилия и поконфликтовать, чтобы смертность не превышала рождаемость. А что значит, чтобы смертность не превышала рождаемость? Значит, требования должны быть такие, которые улучшают положение работы. И первое, что они должны обеспечивать, чтобы население выживало, то есть, чтобы оно не вымирало. Вот задача, правильно? А что нужно, чтобы оно не вымирало? Условия труда не ухудшали, зарплата не уменьшалась, свободное время увеличилось. Согласны? Это элементарно. Вот это задача не только конфликтологов, а вообще задача всех людей, которые так или иначе содействуют трудящимся в развитии. Если трудящаяся, главная производительная сила будет вымирать, если вымороченным будет трудящимся, это для страны это гибель, потому что главная производительная сила всего человечества, говорил Маркс, это рабочий, трудящийся. Рабочий, трудящий. Главная производительная сила, потому что нет другой производительной силы. Все остальное остановится. Все эти колеса, машины или, как говорят, искусственный интеллект. Я, например, говорю, что если у вас интеллект искусственный, это не интеллект. Интеллект не искусственный. Интеллект не может быть заданным. Интеллектом он всегда шире, чем то, что можно задать в какой-то программе. Поэтому вот требования, которые мы предъявляем и которые должно звучать от науки, скажем, доходить до работников, чтобы работники не позорили себя требованиями, которые ниже чем требования выжить, по крайней мере. Не выжить, сохранить себя и развивать себя. То есть надо обеспечивать нормальное существование. А что это означает? Вот мы должны в следующий раз на эту тему, что означает минимальные требования, что такое нормальное существование, мы должны на эту тему поговорить и на следующей лекции мы на этом остановимся. Спасибо за внимание. Продолжение следует...